МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Актуальная тема». Добрый день! Добрый день! Тема нашего сегодняшнего разговора – это соотечественники. Скажите, пожалуйста, кто это такие? Вот в двух словах общие какие-то, может, направления? Ну, соотечественники – это граждане, которые ранее проживали на территории СССР, так скажем, до 1991 года, имели гражданство СССР. Может быть, они проживали даже на территории Российской Федерации и выехали в те республики, которые являлись союзными республиками. Кроме того, значит, это могут быть граждане и из дальнего зарубежья, которые в свое время являлись гражданами Российской Федерации и выехали за рубеж. А кто определяет, кто дает статус соотечественника? Ну, вот более конкретно статус соотечественника определяется органами миграционной службы. Там у них свои полномочия, свой порядок, все это просматривается. Потому что если гражданин принял решение вернуться в Российскую Федерацию и вернуться, именно переселиться на постоянное место жительства, то первый шаг, который он делает, это он обращается в консульство либо посольство Российской Федерации, находящееся в той стране, где он в настоящее время проживает. И уже там получает исчерпывающую консультацию, может он претендовать на статус участника программы или нет. Либо, значит, те граждане, которые в настоящее время находятся на территории Российской Федерации, осуществляют здесь трудовую деятельность или проживают по разрешению на временное проживание, либо по виду на жительство. И они принимают решение для себя, что да, я хотел бы стать участником этой программы, они обращаются уже в миграционную службу. Которая, ну, если мы говорим за Свердловскую область, то за Свердловской области, которая находится у нас в городе Екатеринбурге. Вообще на территории, наверное, Федерации и региона существуют программы, которые поддерживают у нас соотечественников и способствуют тому, чтобы к нам на территорию, в том числе и в город Полевской, приезжали те люди, которые решили, приняли такое решение, переехать сюда на постоянное место жительства и стать гражданами Российской Федерации. Мы знаем, что в реализации этой программы активное участие принимает именно Центр занятости населения. Именно к вам обращаются люди для трудоустройства, для получения какой-то господдержки. Это правильно? Да. Да, ну, надо сказать, что государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, такое длинное название, была принята в июне 2006 года указом президента номер 637. Вот, был подписан такой указ, значит, который прописывал условия участия, значит, условия и полномочия для регионов участия в этой программе. Ну, изначально, значит, эта программа начинала реализовываться на территории Российской Федерации в виде пилотных проектов в отдельных регионах. На территории Свердловской области такая программа была принята. Она называется «Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013-2020 годы. Вот пока рамки действия этой программы отсекаются 2020 годом. Вот. Она была принята у нас в Свердловской области в августе 2013 года постановлением правительства 1054. Вот. И, значит, с момента принятия этого постановления Свердловская область вступила уже активно в реализацию вот той государственной программы, которая была утверждена указом президента. Значит, целями данной программы правительство Свердловской области предусмотрело это стимулирование, создание условий и содействие переселению соотечественников, проживающих за рубежом, для устойчивого социально-экономического и демографического развития Свердловской области. Если раскрыть вот эту цель, да, а также удовлетворение потребностей в кадрах. Вот получается, что, значит, удовлетворение потребностей в кадрах обеспечивает как раз социально-экономическое развитие. Ну и демография, наверное, всем понятна. То, что дети семей вот этих переселившихся в рамках программы, родившиеся уже на территории Российской Федерации, они уже являются гражданами Российской Федерации с момента рождения, да, и улучшают демографическую ситуацию в области. И вот в рамках этой программы у нас были определены на территории Свердловской области четыре приоритетные территории вселения. Как они называются, они по программе города называются территории вселения. И вот в эти четыре приоритетные территории вселения вошел Полевской городской округ. Наверное, здесь резонно возникает вопрос. А почему? Как раз вот эти четыре территории вселения, это город Нижний Тагил, это Каменск-Уральский район, это, значит, Верхняя Салда и Полевской. Это четыре территории, где демография идет со знаком минус. То бишь смертность превышает рождаемость. Поэтому вот эти территории были признаны приоритетными. И что мы как приоритетные территории, какие у нас преимущества? Только при вселении в эти четыре территории участники программы соотечественников могут претендовать на получение единовременной выплаты на обустройство, в том числе и жилищное, на территории вселения. Пусть эта сумма, может быть, покажется кому-то не так и велика, это 10 тысяч, но когда люди только приехали и в первое время, как говорится, там любой рубль на счету... Это на каждого члена семьи 10 тысяч рублей? Нет, она выплачивается на участника программы. Вот на каждого члена семьи, это там иммиграционные платят еще. Там у них свои тоже выплаты. А мы вот платим на участника программы. Вот эти 10 тысяч, как говорится, они все равно никому не лишние. На период пока даже того же трудоустройства, чтобы приехать даже на первое время, на месяц даже на первый, снять какое-то жилье, вот эти вот как бы 10 тысяч в помощь все равно приходится. Ну и как? Программа нам помогает решить как социальные вопросы, так и демографические. Сколько соотечественников перебралось за это время, с 2013 года на территорию Полевского городского округа? Вот сколько перебралось, я не могу вам ответить, потому что органы миграционной службы не раскрывают эту информацию, так скажем. Мы можем только отследить такую информацию, как, хотелось бы сказать, немножко уйти от вопроса, изначально как вводную. Своё участие в реализации этой программы Центр занятости начинает с момента рассмотрения заявления анкеты. Как я сказала, когда иностранные граждане обращаются либо в посольство, либо в консульство той страны, где они проживают, либо если они находятся здесь, в миграционную службу, там, значит, они заполняют заявление анкету. После рассмотрения на соответствие статуса, что они, да, не могут быть отнесены к соотечественникам, значит, начинаются определенные этапы проверки этой заявления анкеты. И одним из этапов является согласие территории вселения на приём данных граждан. И вот такое согласие, готовы мы принять данного гражданина с семьёй или без семьи, оформляют органы службы занятости. Эти анкеты поступают к нам, мы рассматриваем эти анкеты. Значит, при администрации у нас создана межведомственная комиссия, это всё оформляется протоколом межведомственной комиссии. Мы рассматриваем на какие составляющие. Значит, в первую очередь, конечно, рассматривается какими профессиональными качествами, профессиями, образованием обладает тот человек, который хочет въехать. То бишь, мы его называем участник программы, потому что у нас есть участник программы и члены семьи участника программы. Если он въезжает без семьи, значит, рассматривается только вот этот момент. Сможет он у нас трудоустроиться, востребован он на нашей территории в том качестве, в каком он есть. Значит, рассматривается вот это в основном составляющая. Если он въезжает с членами семьи, то тут ещё рассматриваются дети какого возраста. Имеется ли у нас возможность обеспечить им детские сады, место в школе. Вот это вот всё рассматривается. И по совокупности, ну, у нас ситуация на территории благополучная и с местами в школах, и с местами в детских садах. Но надо сказать, что это поначалу ехали больше как-то семьями. Сейчас практика такая сложилась. То есть сначала въезжает сам участник программы, здесь обустраивается, а потом перевозит свою семью. Но тем не менее. И центр занятости даёт заключение. Либо положительное, либо отрицательное. Принимаем мы этого гражданина или не принимаем. Если не принимаем, это, естественно, мотивированно идёт отказ. Но, как правило, у нас, значит, вот из сложившейся практики с конца 2013 года у нас реализация началась этой программы, потому что программа была принята 28 августа 2013 года. Мы не так часто даём отказы. И если идёт отказ, то в основном это отказ по тому, что как профессионал или непрофессионал в качестве трудового ресурса, так скажем, этот человек на нашей территории будет не востребован. Не требуются у нас такие граждане, и мы даём отказ, и тогда он имеет право выбрать другую территорию вселения. Ему там предлагают выбрать другую территорию вселения. И таких отказов у нас было всего 43. А сколько согласий? Мы рассмотрели за этот период, значит, с конца 2013 года по нынешний момент, скажем, да, 400 заявлений анкет, 357 у нас были даны положительные решения, 43 были даны отказы. Ну и из них буквально, вот даже я их на память помню, это буквально два отказа были по причине предоставления недостоверных данных. Есть ещё и такое, когда, значит, они заполняют анкету, они там указывают, что в настоящий момент он, например, трудится на таком-то предприятии. Вот. Мы проверяем это трудоустройство путём запроса. И у нас был случай, значит, когда нам предприятие ответило, что нет, такой гражданин у них никогда не работал, и в настоящее время они первый раз вообще о нём слышат. И один отказ мы давали, это когда гражданин заявил о том, что он осуществляет предпринимательскую деятельность, зарегистрирован в качестве предпринимателя. Ну это всё легко и просто проверяется. Сейчас с учётом доступа, да, прозрачности данных по реестру проверили, ФНС, а данный гражданин уже на момент подачи заявления у него уже было закрыто это ИП. Вот два отказа было за недостоверные данные. Сегодня в эфире нашей телекомпании, сразу после нашей с вами встречи, будет показан фильм про соотечественников, «Путь домой» называется. И там ваш коллега называет такие данные, что к нам на территорию в рамках этой программы едут люди из таких стран, как Казахстан, Таджикистан, Украина. А вот в город Полевской конкретно кто чаще всего возвращается или же приезжает на постоянное место жительства? Ну да, в фильме рейтинг приведён. И на первом месте в фильме у нас идёт Казахстан. Ну по Сверловской области, оговорюсь, да. По Сверловской области у нас на первом месте Казахстан, на втором месте Украина. А потом Таджикистан, если я не ошибаюсь, но зрители посмотрят. Но по территории Полевского городского округа у нас немножко по-другому ранжируется. У нас всё-таки идёт на первом месте Таджикистан, Казахстан с Украиной. Ну вот немножко друг от друга отстают. Но всё равно Таджикистан, Казахстан, Украина. И в небольшом совсем количестве, но были заявления анкеты из Армении и из Грузии. Вот из таких стран. К сожалению, мы не можем, допустим, сказать конкретные данные, сколько к нам въехало. Вот рассмотрели мы 400, да, дали добро 357. Сколько к нам въехало, мы отследить не можем. Ещё раз повторюсь, да, миграционная служба не раскрывает эти данные. Но мы можем, значит, точно сказать, что 157 человек с членами семьи к нам на территорию въехали. Потому что вот за этими, за этой единовременной выплатой в размере 10 тысяч в Центр занятости обратилось 157 человек. Вот за этот период, значит, ну в 13-м году выплаты не производились, они начали производиться с 14-го года. Вот 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 157 человек нам за такой выплатой обратилось. Что вот больше всего бросается в глаза, наверное, может, что-то в памяти у вас всплывёт. Кто въезжает? Инженеры, педагоги, врачи? Ну, здесь надо отметить, что, естественно, когда только начала программа действовать, в основном в своей массе ехали, вот как я уже сказала, граждане Таджикистана. И это были люди либо строительных, даже я бы не сказала специальностей, обладали навыками работы в строительстве. Вот, как правило, у них могло не быть вообще никакого образования, просто школа. Но они там описывают за 10 лет, в заявлении анкете, описывается трудовая деятельность за последние 10 лет. И исходя из этой трудовой деятельности, значит, там видно было, какими профессиональными навыками, какие они профессии освоили в ходе работы. А какого-то образования, чтобы вот прямо люди были с высшим образованием, либо со средним профессиональным, это были единицы. Естественно, последние годы, ну, наверное, с 16-го года, начиная, если даже не с конца 15-го, картина начала меняться. И сейчас вот всё-таки заявления, анкеты поступают. Вот это в основном идут люди, имеющие высшее профессиональное образование, как инженерное, горно-металлургическое есть, значит, медицинское, немало, так скажу, значит, заявлений, с наличием и опыта работы, значит, и квалификаций, и педагогические работники. Но здесь вот хотелось бы отметить то, что мы рассматриваем заявления, анкеты, они поступают, в которых граждане изначально определили для себя территорию вселения, город Свердловская область, город Полевской. Но у них есть право потом изменить своё решение. И добро на въезд даём их мы, и мы готовы у себя видеть этих медиков, этих педагогов. А въехать и не могут потом в любой другой город Свердловской области. И как бы вот ожидая вот этих, может, специалистов, так скажем, когда к нам поступали заявления, анкеты медицинских работников, так или специалистов в медицине, да, я всегда это в оперативном порядке согласовывала с начальником отдела кадров нашей центральной городской больницы. Звоню туда, мы, значит, знаем, какие у нас требуются вакансии, вижу, ой, как хорошо, вот такие. Звоню, Елена Ивановна, вот такие граждане к нам хотят, берём. Потому что, как правило, ещё отслеживается такая картина, если идут медики, то муж и жена, они оба медики. Вот. Ой, да, да, конечно, берём, мы найдём им работу. Но дефицит кадров всё-таки сохраняется. Дефицит сохраняется, потому что не все, кого бы мы хотели здесь видеть, до нас доезжают. Сразу вот такой вопрос, да, а те граждане, которые становятся участниками программы «Соотечественники», это русскоязычное население? Ну да, это одно из требований участника программы. И это отражается и в заявлении анкеты, какими языками они владеют. И вы, наверное, знаете, что сейчас, как и для оформления гражданства, нужно знать русский язык в определённых объёмах. Они проходят там экзамен, значит, на знание русского языка. И владение русским языком – обязательное требование. Возрастной ценз есть? Нет, возрастного ценза нет. То есть, если мы обратимся уже к опыту, пяти лет к нам на территорию всё-таки, вот эти анкеты – это люди работоспособного возраста, это совсем молодёжь, которая только начинает, да, свою жизнь. Или же это уже на закате жизни, когда вот человек хочет, может, поближе к родственникам, на историческую родину. Знаете, всякие, всякие, значит, возраста въезжают. Ну, конечно, был как-то период, когда прямо вот друг за дружкой, друг за дружкой, так скажем, массово шли молодёжь. Молодёжь конца 80-х, начала 90-х годов рождения. Вот прям вот так вот слоем как-то прошли. Вот. А так приезжают люди и, значит, за 50 лет, ну, трудоспособные, да, которые трудятся. Вот та же молодёжь, допустим, которая, ну, в основном, вот средний возраст такой, я бы сказала, 30-40-45. Вот. Но надо отдать должное тому, что вот эти вот люди, они везут сюда. Если смотришь, когда въезжают с семьёй, значит, да, это жена, дети, но зачастую, вот молодой человек, там, например, 92-го года рождения, он заявляется как участник программы, и с ним в составе семьи едут, да, папа, мама, братья, сёстры. Вот. Они перевозят, вот, если переезжают, они перевозят всю семью. Ну, и немало, конечно, такой вот молодёжи, которые, значит, там все отражаются данные и о семейном положении, немало холостых, причём молодых людей. Вот. Не женщин, а мужчин, холостых, такого вот молодого возраста, которые, видимо, вот должны повлиять на нашу демографию. Возвращаясь к теме специалистов, и ещё раз анонсируя фильм, который будет показан в нашем эфире сразу после завершения этой программы, такое определение, как нострификация. Правильно сказал? Да. Вот. Что это такое, и где люди, которые стали соотечественниками, могут пройти её? Вот давайте, значит, я сейчас отвечу на ваш вопрос на астрификация и продолжу его, перечислю все выплаты, которые осуществляет именно центр занятости, и за получением которых надо прийти в центр занятости. Как минимум прийти в центр занятости, там уже мы дадим индивидуальную консультацию, и посмотрим, может... Куда же ему обратиться за... Нет, есть определённые категории, которые на ту или иную выплату не могут претендовать, да. А нострификация – это возмещение затрат на уплату госпошлины за выдачу свидетельства о признании иностранного образования. Это вот те, как раз, квалифицированные специалисты, которые въезжают к нам с иностранным, как мы называем, образованием. Они получили образование у себя на родине. И для подтверждения этого образования, для признания его, что оно соответствует требованиям российских законов, вот уплачивается госпошлина, в определённые органы пишется заявление, направляются документы. И в результате всей этой процедуры человек получает свидетельство о признании документа иностранного государства о квалификации либо свидетельство о признании документов иностранного государства об учёной степени или учёном звании. Эта госпошлина, она составляла 6500 рублей. Мы выплатили двум только гражданам за получением вот этой выплаты к нам обратились в конце 2016 года два гражданина. Это один был педагогический работник, одна женщина, одна женщина медицинский работник. Хотя вроде бы мы и, как сказать, информируем, и проговариваем. Ну вот... А если же диплом, к примеру, получен до 1991 года, когда он ещё, наверное, имел статус единого образца СССР, то в этом случае инострификацию нельзя проходить? Нет, потому что оно звучит именно, что иностранного образования. Если образование было получено на территории СССР, либо вот... Оно соответствует стандарту Российской Федерации. Оно соответствует, да. До 1991 года оно соответствует. Ну вот вы уже сказали о двух выплатах, которые можно получить соотечественнику, да? Это так называемые подъёмные, плюс это вот переквалификация, скажем так, стандартизация под российский закон. И ещё тогда, да, есть несколько? Да, и ещё, значит, граждане, которые вступили в программу соотечественники, имеют свидетельство, потому что, когда их признают, уже все процедуры пройдены, этим гражданам выдаётся свидетельство участника программы соотечественник. Вот, значит, граждане, относящиеся вот уже к участникам этой программы, имеют право на получение финансовой поддержки в осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских фермерских хозяйств. Вот, значит, ну вот, едино-пременная выплата на обустройство, это актуально для нашей территории. Возмещение стоимости затрат на прохождение медицинского освидетельствования, это новая выплата, которая в 2018 году была передана в ведение службы занятости, до 2018 года эти затраты возмещали учреждения, подчиняющиеся Министерству здравоохранения. Минздрав Сырловской области выплачивал эти компенсационные расходы. С 2018 года эти расходы выплачивает служба занятости. Вот, и возмещение затрат на оплату стоимости найма жилого помещения по месту временного пребывания. Вот такие вот выплаты, помимо анастрификации, всего пять видов выплат. Ну и я так думаю, что нельзя не отметить тот момент, что программа соотечественников, вот участие в программе переселения соотечественников дает право вот этим гражданам получить российское гражданство в упрощенном порядке. И вот если рассматривать последние вот буквально 17-18 год, намного меньше уже напрямую въезжают из-за рубежа, а в основном те граждане, которые уже проживают на территории Свердловской области и имеют разрешение на жительство либо вид на жительство именно с целью получения быстрейшего получения в упрощенном порядке вот этого российского гражданства, они подают заявление, анкеты на вступление в программу, становятся участниками программы и оформляют это буквально там в течение двух-трех месяцев оформляется российское гражданство и становятся уже гражданами Российской Федерации. Большое спасибо вам за беседу. Я думаю, если у наших телезрителей еще остались вопросы, то они обязательно получат на них ответы в фильме, который будет показан буквально через минуту. Ну и точно так же за получением ответов на свои вопросы они могут всегда обратиться в службу занятости, находящуюся у нас на территории Полевского городского округа. любому гражданину при обращении оказывается консультация. Даже если он на сегодняшний день и не является участником программы «Соотечественник», все, что его интересует, все, что в нашей компетенции, на эти вопросы мы всегда готовы ответить. Это была программа «Актуальная тема». Смотрите нас каждую четверг в эфире телекомпании «Одиннадцатый канал» и оставайтесь в курсе последних новостей жизни Полевского. А сразу после этой программы смотрите фильм о возвращении соотечественников на историческую родину. Путь домой. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин